Лидер турнирной таблицы Суперлиги «Волгоградский Спартак» не сдаёт позиции и уверенно движется вперёд. После неудачного визита в столицу Татарстана, где волгоградцы потеряли три очка в играх с местным синтезом, поединок против действующего чемпиона московского «Динамо» болельщики ожидали с небольшим опасением. Но удача на этот раз была на стороне наших земляков. Всё-таки именно москвичи сумели прервать восьмилетнюю гегемонию «Спартака» на золотом троне и два последних сезона выигрывали Суперлигу. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в команде был собран весь цвет волгоградского водного пола, усиленный игроками из других клубов. Но, как говорится, недолго скрипочка играла. Видимо, насладившись двумя золотыми сезонами, хозяева «Динамо» перестали закачивать в баки белоголубых финансовые потоки, и перед стартом текущего сезона команду покинул ряд ведущих игроков. Но не все. «Динамо» по-прежнему представляет грозную силу, однако, как выяснилось, не для волгоградского «Спартака». В первой игре седьмого тура «Динамовцы» выглядели бледной тенью вчерашнего чемпиона. «Красно-белая эскадра» еще в первой половине игры фактически разорвала оборону гостей, отгрузив 12 мячей. Понятное дело, что вторая половина игры превратилась в пустую формальность и была сыграна в более спокойном темпе. «Спартаковцы» еще шесть раз заставили гостей начинать с центра поля и, как итог, одержали победу с разгромным счетом 18-5. В повторной игре «Динамовцы» учли ошибки и сумели оказать достойное сопротивление вице-чемпионам, однако взять очки им было не суждено. «Спартак» Волгоград одержал победу со счетом 9-8 и, набрав 25 очков, продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. Самыми результативными в играх против «Динамо» в составе «Спартака» стали Владимир Нежинский, забросивший пять мячей, и капитан команды Алексей Агарков, записавший себе в актив четыре точных броска. В следующие матчи команда Владимира Коробутова и Николая Козлова сыграют 22 и 23 ноября в Москве против аутсайдера Суперлиги коллектива «ЦОП Москомспорта». Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».